всех приветствую на канале бажанит и омская область с вами я и ведущий влад сегодня март месяц вообще чувствуется что тепло начинается так значит о чем пойдет сегодня речь речь пойдет о переводе техники на летний режим то есть как дело осенью перед наступлением холодов я перевожу трактора которые планируют эксплуатировать зимой в мороз на зимний режим как я перевожу сейчас я покажу значит стандартный вентилятор я откручиваю и нас меняю на другой вентилятор на том котором меньше меньше лопастей сейчас кто увидит скажет это все это ерунда скажу нет это далеко не ерунда для того чтобы обеспечить правильный и долговечную работу двигателя необходимо чтобы двигатель работал в рабочем диапазоне температур то есть 60-90 градусов на ZTM довести двигатель до температуры 60-80 летом очень тяжело а зимой тем более конечно у меня двигатель утеплен вот я все утеплители я утеплители все поснимал вот они здесь когда я покупал не было защитного кожуха это все сам тут делу приспосабливал в общем я снял я заблаговременно уже открутил вентилятор двухлопастной просто сейчас покажу как его значит сниму и какой есть вентилятор и поменяю его на вот этот вентилятор этот вентилятор мне подогнал мой бизнес-партнер лёха кто смотрел предыдущий ролик тот знает кто такой лёха алексей с чего вентилятор я не знаю с таким вот шкивом он ну что-то с комбайна там сдавал на металлолом спросил у него дал мне вентилятор с ним работает кстати нормальный двигатель не нагревается так сейчас я покажу так но тут должно быть видать вот тут вентилятор должен стоять шестилопастной в организации в которой я его взял предыдущего хозяева лишние лопасти подкрутили и остался значит осталось две лопасти для зимы это нормально но он эксплуатировался в транспортной организации в качестве транспорта и двигатель сильно не нагревался поставлю и дальше буду снимать на этом двигатели открутить не сложно здесь д-65 двигатель радиатор советского производства здоровенный не знаю там сколько литров но 27 или 28 литров охлаждающей жидкости расстояние между лопастями и радиатором большое и достать не сложно ну вот он такой вот с таким вентилятором я его брал поставлю вот такой вентилятор по шлицам все подходит все нормально а этот я на лето покладу до следующей зимы второй ztm я использую только летом там стоит родной вентилятор только на нем прикреплены все прикреплены все 6 лопастей я подойду покажу тот тот вообще не завожу зимой конечно продаются на д-65 двигатели вентиляторы пластмассовые чего производства не знаю но похоже похоже не не россия это получилось что железный советский вентилятор дешевле чем пластмассовый но я поставил этот из этим не нагревается так так вот так вот так вот стоял одну лопаст немножко подогнуть радиатор не повредить поменял и вентилятор вот он зимний стоял и покупал вместе с ним поставил летний четырехлопастной можно конечно и не менять но трактор советский и подход к нему нужен соответствующий по советскому конечно у меня радиатор с той стороны закрытый и картоном и здесь все закрыто но все равно дополнительная дополнительный обдув дает сильное охлаждение двигателя и не двигатель не достигает рабочей температуры не двигателя охлаждающей жидкость это когда температура низкая плохо влияет на двигатель масло дизельное становится более густым и происходит некачественная смазка подшипников потом жидкостное охлаждение предусматривает отопитель кабине вот он его видно печка советского производства отопитель очень хороший одна скорость работает по сумасшедшему единственное сейчас эту я во вторую печку приготовил я сейчас покажу в общем трактор когда достигнет температуру 60 градусов работает очень хорошо отопитель единственное вот у меня со второго трактора летнего вот это что мне пришлось сделать я взял сразу же двигателей не было покупал двигатели отдельно подача и выхода охлаждающей жидкости внутри стоит радиатор вот забор будет значит стоит электродвигатель крольчатка улитка значит засасывает вот отсюда идет забор и выбрасывает уже нагретый горячий воздух наверх на окна единственное что нужно сделать из по советскому все сделано то есть спроектировано хорошо а нет прокладок разобрал я все на болтиках раскручивается резиночки тут есть но тем не менее я взял значит подложил тонкий войлок обернул почистил радиатор он был забит и грязный продукт керхером подложил бойлок чтобы воздух попадает попадающий в отопитель проходил только через радиатор а получается что он проходит еще ну нет прокладок с левой и с правой стороны и вверху тоже герметиком промазал вот здесь так все обложил и засасываемый воздух весь проходит через радиатор тогда достигается нормальная температура утопители сейчас пока подойду к другому катеру к своему подойдем глянем какую сторону вращения двигателя вентилятор скинул могу сообразить так ну здесь 6 лопастной вентилятор стоит металлический родной так вращение левосторонние так понятно сейчас ходил туда поставлю возле другого так вот из 60 тоже жидкостное охлаждение тоже на зиму меняю вентилятор потому что как бы его не закрывал как бы не закрывал радиатор я все равно у нас в сибири очень холодно зимой температуры очень низкая и трактор не достигает рабочей температуры если на улице минус 30 то дай бог если он достигнет 60 градусов 60 градусов это очень низкая температура для для трактора приходится полностью закрывать а я помимо того что его укрываю закрывая я на зиму меня вентилятор вот родной вентилятор который стоял на вот этом двигатель для 248 я значит друг другой вентилятор купил обрезал четыре опласти оставил две для обдува в зимний период этого достаточно это уже проверено уж не один год а на лето и значит его лучше не поменять и поменять не дожидаясь когда наступит тепло поменять сразу когда есть свободное время станет теплее ремонтировать вообще будет некогда если поближе подойду и покажу и сразу покажу значит отопители которые стоят на этом так радиаторы я его открутил фото на крепление это обыкновенный тузовский радиатор стоит открутил я отодвинул но вот вентилятор стоит обыкновенный вентилятор я лишнее убрал чтобы не хватало оставил две лопасти это вполне достаточно и сразу я буду менять сейчас поменяю покажу и сразу покажу какие стоят отопители в кабине этого трактора пока он новый конечно герметичный а потом со временем естественно все деформируется вот стоит отопитель вот он на газели стоит дополнительно отопитель вот такой вот греет он хорошо нормально но когда ездишь получается сидишь и он греет под одежду значит в чем ездишь там в куртке шубе фуфайки греет самому жарко а обдув стекла вообще никакой не попадает для того чтобы был обдув стекла я вывел вот здесь вот значит здесь вот сделал тройники подсоединил здесь просверлил отверстие два шланга и здесь наверху вверх вот здесь тут тоже система охлаждения для комфортности ну якобы для комфортности оператора управляющего трактором сделал вырезку и обыкновенный газелевский радиатор с печки с передней врезал сюда получается там стоит значит вентилятор засасывает воздух но здесь можно регулировать либо из кабины либо из но и снаружи но сделано здесь стоит из салона идет забор воздуха прогоняйте из радиатора и ночью стекло обдувает на это нормально а иначе ничего не видно сидишь в жаре потеешь на стекло ничего не попадает и еще один нюанс получилось что радиатор стоит очень высоко относительно двигателя уровень охлаждающей жидкости ну вот максимальный вот на этой точке находится и когда работает двигатель для того чтобы охлаждающая жидкость за счет помпы поднялась до верха нужно газовать постоянно то есть но до должны быть обороты двигателя не ниже средних тогда жидкость поднимается наверх проходит через радиатор срабатывает отопление и тогда опускается вниз у меня здесь еще тройники предусмотрены над на тройники на основном радиаторе здесь кран стоит в случае необходимости я могу его либо открыть либо закрыть но у меня наполовину он сделан чтобы туда немножко попадал и туда а иначе в кабине довольно таки холодно так ладно я сейчас буду менять вентилятор и покажу что получилось заранее конечно открутил чтобы не тянуть время для съемки вытащил я кое-как вентилятор и возни на этом двигателе возни побольше получается вентилятор стоит очень близко к радиатору и нужно откручивать сам радиатор чтобы он хотя бы хоть чуть-чуть смещался ограничительные скобы стоят и мало того что у меня стоит масляный радиатор не родной а тессараковский свой родной у меня через два года пропал пришлось заменить его вроде вон с маслом он весь прожавел металл очень тоненький и коррозия его сила купил то сараковский масляный радиатор вот сюда его поставил приспособил сейчас буду впихивать вот это тут вентилятор шестилопастной заменил вентилятор показано нашел другую неисправность вот идет плита на ней весь передний мост все это накручены как я осенью не заметил почему болты откручены непонятно полез сюда смотреть с той стороны болт болтается я уже плиту меня у нас сейчас еще раз надо будет подтягивать вот смотреть к лету готовить дорогие зрители показала я как перевожу технику на лето на летний режим значит вот зимние вентилятор летние поставил на трактора на один и другой этот только летом работает вода залита не касаясь его зимой хотел еще показать замену вентилятора на газели это будет следующий ролик там подольше объяснять пока лазил там вентилятор в общем на лтз заменить вентилятор гораздо сложнее больше возни больше всяких там примочек пока лазил с вентилятором нашел еще там другой неисправность болт открутил сейчас я покажу короче кому была моя информация полезна понравилось поставьте его поставьте лайк подпишитесь на канал кому нет я сильно не огорчусь ладно друзья до свидания до следующих встреч